приветствую всех советских людей меня зовут 13 богатулин я являюсь главным редактором интернет-сайта мы за сегодня в аудио формате на новогодние праздники перечитал повесть волоколамское шоссе для меня произведение о великой отечественной войне являются значимыми связано это с тем что я внук ветерана великой отечественной войны и многие мои родные не вернулись с полей сражений сложив головы как впрочем и миллионы других советских людей разных национальностей за нашу советскую родину самым сильным произведением считаю трилогию константина симонова живые мертвые три романа 1 живые мертвые 2 солдатами не рождаются и 3 роман последнее лето также батальоны просят огня повесть юрия бондарева в 1985 году по повести был поставлен одноименный фильм и со школьных лет повесть о настоящем человеке советского писателя бориса полевого кстати в беседах с товарищами неоднократно задавал вопрос по произведению о ком говорю повесть о настоящем человеке и у всех был однозначный ответ чтобы алексей мореси я считаю что это так не так ссылка на произведение будет закреплена в комментарии к этому видео поэтому прошу приложить руку к распространению чтобы максимально познакомить подрастающее поколение с этим одним из великих произведений о великой отечественной войне сегодня хочу прочесть вам два отрывка из повести волоколамское шоссе повесть советского писателя александра бека написано в 1942-1944 годах впервые напечатано в журнале знамя повествует о подвиге советских солдат и офицеров 8 гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора панфилова которые сражались и отдавали жизни в схватке с немецко-фашистскими захватчиками под москвой на волоколамском направлении осенью зимой 1941 года повествование ведется как рассказ старшего лейтенанта батальона панфиловской стрелковой дивизии героя советского союза бауэржана мамышовый полковник вооруженных сил ссср бауэржан мамыш улы писатель коммунист панфиловец участник великой отечественной войны герой советского союза зачитал два отрывка из повести волоколамское шоссе я ставлю своей целью заострить ваше внимание на вопросе советского патриотизма который в основании в своем фундаменте опирается на пролетарский интернационализм почему это важно сейчас немало развелось ангажированных деятелей закамуфлированных шовинистов которые передергивая смыслы подменяют наше единственное верное правильное отношение место пролетарского интернационализма засевают шовинизм для одних и манкуртизм для других товарищи я не случайно перечислил несколько произведений которые являются золотой классикой советской литературы которых без исключения как и во многих и многих других произведениях подчеркивается многонациональность трудового советского народа предлагаю каждому об этом крепко задуматься для советского человека многонациональность нашего трудового народа это гордость и сигнал всему человечеству пролетарии всех стран соединяйтесь помните как статья максима горького если враг не сдается его уничтожают организованное учение маркса и ленина энергия передовых отрядов рабочих и крестьян идет за собой массу трудового народа союза советов к цели смысл который выражается в трех простых словах создать новый мир и о том что в союзе советов даже дети пионеры понимают что есть преобразование общества создание нового мира максим горький не ошибался когда в 1930 году написал вышеназванную статью так сложилось что те кто в момент написания статьи были пионерами в 1941 году как раз и встали за нашу советскую родину и подавляющее большинство из них погибло а после новым поколением стали подменять смысл сначала конвергенции со существованием а далее а далее вы и сами начинаете догадываться что и как не стану затягивать пищу для размышления вам предложил теперь два отрывка из повести волоколамское шоссе которые я условно назвал для чего я живу и что такое родина для чего я живу ради чего воюю ради чего готов умереть на этой размытой дождями земле подмосковья сын далеких-далеких степей сын казахстана азиат ради чего я дерусь здесь за москву защищая эту землю и никогда не ступала нога моего отца моего деда и прадеда дерусь со страстью которой ранее не знавал какую ни одна возлюбленная не могла бы во мне возбудить откуда она эта страсть казахи говорят человек счастлив там где ему верят где его любят вспоминаю еще одну казахскую поговорку лучше быть в своем роду подметкой чем в чужом роду султаном советская страна для меня свой род своя родина я казах гордящийся своим степным народом его преданиями песнями историей теперь гордо ношу звание офицера красной армии командую батальоном советских солдат русских украинцев казахов мои солдаты обязаны и беспрекословно исполнять каждый мой приказ все же равные мне люди я для них не барин не человек господствующего класса наши дети бегают вместе в школу наши отцы живут бок о бок делят лишения горе тяжелой годины вот почему я дерусь под москвой на этой земле не ступала нога моего отца моего деда и прадеда что такое родина когда ты еще в алмате ночном разговоре пока не расспрашивайте не отвлекайтесь я потом передам весь разговор панфилов сказал солдат идет в бой не умирать а жить мне полюбились эти слова я иногда повторял их теперь готовясь к первому бою думая о батальоне которому выпало на долю драться под москвой я вспомнил панфилова вспомнил эти слова неужели воля к жизни инстинкт сохранения жизни могучий первородный двигатель свойственный всему живому проявляется только в бегстве разве он же этот самый инстинкт не разворачиваться вовсю не действует с бешеной яростью и мощью когда живое существо борется дерется царапается кусается в смертельной схватке защищается и нападает нет в этой небывалой войне за будущее нашей родины за будущее каждого из нас любовь к жизни воля жить неистребимый инстинкт самосохранения должен стать для нас не врагом а другом но как пробудите напрячь его в определенный час по расписанию в ротах проводились беседы или чтение газет вслух я решил пойти в этот час в подразделение послушать что говорят бойцам политруки в первой роте занятия проводил политрук дорде не расставая с винтовками бойцы кучки сидели под открытым небом близокопов падал редкий снежок на темной хвои появились первые еще просвечивающие белые мазки вокруг все было тихо но каждый посматривал вдаль с особым чувством каждый ждал вот-вот там все загрохочет со свистом и воем о каком знали пока лишь по рассказам полетят мины и снаряды по полю оставляя черные полосы на раннем снегу двинутся стреляющие на ходу танки из леса выбегут припадая к земле и вновь скативая люди в зеленых шинелях те что идут нас убить дорде одержал речь заглядывая изредка в бумажку это были правильные слова это были святые истины я услышал что германский фашизм вероломно напал на нашу родину что враг угрожает москве что родина требует от нас если нужно умереть но не пропустить врага что мы бойцы красной армии обязаны сражаться не жалея самого драгоценного жизнь я посмотрел на бойцов они сидели прижавших друг другу опустив головы и глядя в пространство угрюмые усталые эх политрук дорде что-то плохо тебя слушают чувствовалось он сам мечтательный дорде а до войны учитель мучается этим он не гость батальоне ему как и тем перед которыми он говорил предстоял первый его жизни бой быть может завтра послезавтра ему придется сколотящимся сердцем под огнем перебегать из окопа в окоп когда рядом с грохотом будет вздыматься земля и там они по тихим небом беседовать с бойцами впоследствии я видел его в такие часы у него была и своя улыбка и свои незаписанные на бумажку слова но в тот день переживая как и все что-то для него бесконечно важное он не мог или не умел донести это чувство до сердец бойцов он повторял родина требует родина приказывает когда он произносил стоять насмерть умрем но не отступим по тону чувствовалось что он выражает свои думы созревшую в нем решимость но зачем говоришь готовыми фразами политрук дорде ведь не только сталь но и слова даже самые святые срабатываются пробуксовывают как шерстерня со стершимися зубьями если ты не дал им свежей нарезки и зачем ты все время твердишь умереть умереть это ли теперь надо сказать ты наверно думаешь что в этом жестокая правда войны правда которую надо увидеть не отворачивая взора надо принять и внушить нет дорде не в этом не в этом жестокая правда войны я подождал пока дорде окончат потом поднял одного красноармейца ты знаешь что такое родина знаю товарищ комбо но отвечай это наш советский союз наша территория садись спросил другого а ты как ответишь родина это это где я родился ну как бы выразиться местность садись а ты родина это наше советское правительство это ну взять скажем москву мы ее вот сейчас отстаиваем я там не был я ее не видел но это родина значит родины ты не видел он молчит так что же такое родина стали просить разъясните хорошо разъяснил ты жить хочешь хочу а ты хочу а ты хочу кто жить не хочет поднимите руки ни одна рука не поднялась голову уже не были понурены бойцы заинтересовались в эти дни они много раз слышали смерть а я говорил о жизни все хотят жить хорошо спрашиваю у красноармейца женат до жену любишь скомфузился говори любишь если бы не любил то не женился верно дети есть есть сын это очень дом есть есть хороший для меня неплохой хочешь вернуться домой обнять жену обнять детей сейчас не до дому надо воевать ну а после войны хочешь кто не захочет нет ты не хочешь как не хочу от тебя зависит вернуться или не вернуться это в твоих руках хочешь остаться в живых значит ты должен убить того кто стремится убить тебя а что ты сделал для того чтобы сохранить жизнь в бою и вернуться после войны домой из винтовки отлично стреляешь нет ну вот значит не убьешь немца он тебя убьет не вернешься домой живым перебегаешь хорошо да так себе ползаешь хорошо нет ну вот подстрелить тебя немец чё же ты говоришь что хочешь жить гранату хорошо бросаешь маскируешься хорошо окапываешься хорошо окапываюсь хорошо врешь с линцой окапываешься сколько раз я заставлял тебя на кат раскидывать один раз и после этого ты заявляешь что хочешь жить нет ты не хочешь жить верно товарищи не хочет он жить я уже вижу улыбки он их уже чуть отлегло от сердца но красноромеец говорит хочу товарищ комбат хотеть мало желание надо подкреплять делами а ты словами говоришь что хочешь жить а делами в могилу лезешь а я оттуда тебя крючком вытаскиваю пронесся смех первый смех от души услышаны мною за последние два дня я продолжал когда расшвыриваю жидкий накат твоем окопе я делаю это для тебя ведь там не мне сиди когда ругают тебя за грязную винтовку я делаю это для тебя ведь не мне из нее стрелять все что от тебя требуют все что тебе приказывают делаются для тебя теперь понял что такое родина нет товарищ комбат родина это ты убей того кто хочет убить тебя кому это надо тебе твоей жене твоему отцу и матери твоим детям бойцы слушали рядом присел политрук дордия он смотрел на меня запрокинул голову изредка помаргивая когда на ресницы садились пушинки снега иногда на его лице проявлялась невольная улыбка говоря обращался и к нему я желал чтобы и он политрук дордия готовивший себя как и все к первому бою уверился жестокая правда войны не в слове умри а в слове убей я не употреблял термина инстинкт но взывал к нему к могучему инстинкту сохранения жизни я стремился возбудить и напрячь его для победы в бою враг идет убить и тебя и меня продолжал я я учу тебя я требую убей его сумею убить потому что и я хочу жить и каждый из нас велит тебе каждый приказывает убей мы хотим жить и ты требуешь от товарища обязан требовать если действительно хочешь жить убей родина это ты родина это мы наши семьи наши матери наши жены и дети родина это наш советский народ предлагаю посмотреть отрывок из документальной киноэпопеи правда великого народа после еще буквально пару слов завершение к концу 1941 года в рядах красной армии сражались один миллион триста тысяч коммунистов политические руководители не считаются пленными и должны уничтожаться это приказ ставки гитлера по плану барбарос умереть но не сдаться такой наказ матери умираю коммунистом и знаю за что эту записку нашли в кандидатской карточки смертельно раненого младшего лейтенанта владимира нефейдева и вместе с запиской портрет ленина война дело тяжкое и кровавое на войне не до красивых слов и крылатая фраза если погибну прошусь считать меня коммунистом было сказано сердце 25 сентября 43 года гвардия сержант махаш балмагометов со своим отделением форсировал днепр и закрепился в районе станции бородаев четыре русских два украинцы латыш узбек грузин и он махаш казах 10 человек стояли насмерть больше суток ему крепко повезло махашу был магомет он выжил в той страшной войне и вернулся домой чтобы также честно также геройски трудиться на родной земле я хотел встретиться с этим прекрасным человеком но опоздал 3 миллиона коммунистов пала на фронтах великой отечественной и 5 миллионов человек вступила за эти годы в партию ленина несколько слов о казахстане когда в моих видеороликах речь заходит о казахстане и казахстанцах то я традиционно передаю кайнар солян горячий пламенный привет жителям казахстана и не связано это с тем что в 1979 году я родился в городе джамбул в казахской советской социалистической республики первые шаги в своей жизни как раз сделал на советской казахской земле подытожим интернациональным стихотворением михаила исаковского советский народ михаил исаковский коммунист лауреат двух сталинских премий первой степени герой социалистического труда советский народ от бескрайней равнины сибирской до полецких лесов и болот поднимался народ богатырский наш великий советский народ выходил он свободные правы отвечая войной на войну постоять за родную державу за могучую нашу страну сокрушая железо и камень он врага беспощадно разил над берлином победное знамя знамя правды своего друзей он прошел через пламя и воду он с пути не свернул своего слава слава герою народу слава армии красной его главное товарищи помните мы из ссср а а